Музыка Музыка Сейчас зимний период, и у нас отопление очень дорогое, и я когда здесь кушаю, я дома уже не обедаю, и вот эти обеды мне компенсируют тепло. Большое спасибо всем, кто нас обслуживает, кто это придумал, всем, всем, руководству, Рената Усатому, и всем большое спасибо. Музыка Очень понравилось, мы в прошлый раз ходили, и этот раз тоже, и завтра придем, конечно. Это добрая традиция, которая возобновилась, опять же, благодаря нашему примару Ренату Георгиевичу Усатому. К сожалению, был определенный период времени из-за наших грязных политических игр, когда эта добрая традиция была, к сожалению, прервана. Но сегодня мы вновь открываем эту столовую для малоимущих людей, которые действительно нуждаются в этом горячем обеде, на рождественские праздники, новогодние праздники. Приглашаем всех желающих, столовая открывается в 12 часов, будем кормить всех, то есть нет никаких ограничений, кто считает, что действительно нуждается и не может себе позволить, пожалуйста, приглашаем, приходите к нам на обед. Питанием обеспечивает муниципальное предприятие провизионария, то есть качество и свежесть продуктов мы гарантируем, как обычно. Столовая в день одновременно у нас около 150 посадочных мест, мы кормим где-то 500 человек в день. Мы в праздничные дни не забудем наших бельчан, которые нуждаются сегодня в горячей пище. Есть особые требования к меню, так как, чтобы обязательно в меню присутствовало в первом это мясо, и обязательно в втором, чтобы это было тоже мясо с гарниром, естественно. Поэтому сегодня открылась у нас социальная столовая для наших людей, которые сегодня нуждаются в приеме горячей пищи. Я думаю, что эту добрую традицию, что значит Ренату Сата, мы будем дальше продолжать. И огромное спасибо, конечно, Ренату. Сегодня вы слышали много благодарности в его адресе за то, что он за свои личные средства сегодня кормит 500 человек в день. Мы очень благодарны. Поддержите нас, хоть это отметят. Продолжение следует... Ренату Сатаму Георгиевичу большую благодарность за его внимание, за его любовь к людям, за его поддержку. И всегда он протянет руку помощи нам таким малоимущим, немощным, больным. Спасибо ему за все.